что тогда вот такой вопрос ну как бы вы уже отвечали но мы уже конкретика будет какая-то знает ли родственники друзья ваших контактах если знают то как относится к этому знают не все но кто знает очень положительно относится потому что я когда что-то рассказываю даже своей бабушке они знают конкретно контактер тумисол то уже да вот это даже знаю ну да это такое обыденное это уже в принципе нормально воспринимается да и многие истины которые я понимаю познаю да я делюсь и помогаю даже вот человеку да в больших годах даже что-то познать для себя новое ну что мне очень приятно что я действительно могу оказать поддержку помощь близким ну да по разным жизненным ситуациям да а такой вопрос вот как вы видите свое дальнейшее профессиональное социальное или может личностное развитие в рамках этих контактов я думаю развиваться в этом же направлении дальше в конце концов заниматься только этой деятельностью потому что понятно что я сейчас совмещаю с другой деятельностью да как бы чтобы финансово себя поддерживать надеюсь что я буду заниматься только вот вот этим нужным делом для человечества и как и не отвлекаться ни на что другое потому что есть да та деятельность которая занимает много времени не способствует моему развитию вот не хотелось бы этим заниматься мы посмотрим я думаю что все равно это к чему-то приведет к чему-то большему что это только начало потому что я чувствую как мой куратор и его помощники они постоянно надо мной работают есть определенная программа представителей межзвездного союза и многие контактеры участвуют в этой программе то есть они работают над тем чтобы мы быстрее начали развитие вот сейчас делают нам энергетические настройки посмотрим что будет после нового года и вот эти вот периодически говорю энергетические приливы я чувствую в течение дня и несколько раз а сейчас кстати идет какой-то очередной этап я так понимаю повышение энергетического фона вот этого до после нового года до февраля вот этот активные месяцы ирина подзорова говорила и не узнавали ничего пока не узнавали вот хороший вопрос чтобы уточнить да я уточню этот момент но то что сейчас говорю у них есть специальная программа как дальше нас подтолкнуть более быстрому развитию да это есть есть какие-то тактики и стратегии определенные да 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 и как раз таки я в этой программе тоже потому что я же под пристальным наблюдением постоянно вообще его мне было сказано мираком что он за мной наблюдал очень пристально в последние семь лет я посчитала это время и это был как раз тот момент когда я была находилась дома с ребенком да ребенок был маленький и у меня было больше времени заходить в интернет и заниматься саморазвитием как раз в тот момент я стала активно изучать внеземные цивилизации подписываться на различные каналы и пристально наблюдала за каждым новым видео да изучала все это дело и действительно мои мозги трансформировались и с того момента когда я стала изучать очень активно эти темы я же темы изучала с 12 лет но вот именно 7 лет назад я очень активно начала свое совершенствование в данных темах и с этого момента я уже была под пристальным наблюдением то есть они интересуются именно теми нашими представителями кто очень интересуется их цивилизациями и как раз таки среди этой массы людей они выбирают себе контактеров также выбирают контактеров по вибрациям та или иная цивилизация имеет свой энергетический какой-то уровень своей вибрации вот тот наш представитель который ближе к ним по вибрациям они выбирают их как своих контактеров а может быть такое что вот допустим там с воплощение были одни внеземные кураторы а потом энергетика изменилась стали другие или не сталкивались или обычно все до конца воплощения нет информацию такую я получала что кураторы могут меняться в зависимости от того да какой уровень энергии у человека человек может понизиться в вибрациях а так как он был контактером он может контактировать уже с более низко вибрационными сущностями либо наоборот могут прийти на контакт более высоко вибрационные более развитая цивилизация да но это не говорит что можно при этом совсем прервется связь с той цивилизации с которой был контакт раньше можно контактировать со всеми потому что светлые высоко вибрационные просто может еще кто-то появится который будет давать более чистую информацию да более правильно так что все зависит от развития самого контактера кстати вот эти вот эти направления очень интересны потому что у меня тоже было как вот наставники или вот выше я она дает тебе направление задает вектор потому что меня там тоже было когда в нашей обыденности как бы ты что-то работаешь просто вот живешь обычной жизнью да а потом тебе такая наступать ситуации когда уже надо тяпнуть куда-то и тебе попадается книга какая-то беды так вот книга вот я потом уже осознаю прочитаю обязательно будут не голос читаешь ничего не понял ладно отложили в сторону через полгода опять эта книга попадается так еще раз прочитай вот начинается попадать попадаться разные информации ты уже начинаешь развиваться вот это у меня такое было так что это очень интересно потом анализировать что ты понимаешь это все не случайно было это все конкретно события и создавая и зависимости от того до уровня развития допустим раньше человек был немножко более менее развита в данных вопросах и читая книгу ничего не понимал да такие люди не встречались которые через какое-то время прочитав ту же самую книгу приняли ее смысл это нормально это нормально потому что не был готов к той информации которая там еще не был готов поэтому не понял да бывает такое допустим даже вот у меня было такое несколько раз читаешь одну и ту же книгу с перерывами с какими-то и каждый раз ты видишь новое то что раньше не видел а почему не видел потому что мозг не был к ней готов то есть ты ее просто пропускал автоматически правильно да и можно даже получить информацию между строк да может прийти до осознание что конкретно не написано в этих строках но ты поймешь больше это даже может быть но это так и есть это подсказывает либо высшее я либо твой наставник как бы дает больше информации чем в этой книге то есть ты осознаешь больше а вот еще тоже интересный момент тоже контактеров это часто проявляется особенно когда контакт гармонизируется вот человек явно чувствует эту информацию допустим он сидит чё читает что-нибудь да и тут у него в голове вопрос а это действительно так как это ему приходит полная информация сразу да это так вот это вот так было это куда это вообще было но как бы начинает проверять потом действительно так то есть вот такие даже инсайты бывают так называемые да да это нормально у меня тоже такое происходит в последнее время то есть я когда задаю себе вопросом вот это так или так и через некоторое время то есть я концентрируюсь на этом вопросе мне приходит четкий ответ что именно так а не так потому что идет уже подсказка слышим а вот в этом плане такой еще вопрос многие тоже интересуются регрессии к примеру вот я я вижу как бы может быть я ошибаюсь я вижу некий минус в регрессии в том что есть плюс большой что можно индивидуально разобрать человека узнать его инкарнации да но допустим как ирина говорила допустим если особенно регрессолог непрофессионально еще подготовлен то проблема когда человек разбирает через регрессию процессы исторические в частности то есть он заводит слипера туда куда нужно дать но ему кажется на самом деле слипер может попасть какой-либо и грего рассчитать информацию оттуда который соответственно не соответствует реальности вообще то серина говорила по идее самый лучший вариант это попасть в ленту времени вот есть какой-то слой такой или кроники акаши где там вся информация его там уже ты точно найдешь эту информацию которая то есть искажение могут быть разные вот как вы можете подтвердить или опровергнуть да когда регрессолог работает именно со слипером частота информации зависит от частоты того канала до через который приходит информация слипера поэтому информация каждому контактеру или слиперу она может приходить разное все зависит от уровня осознанности человека от его восприятия даже если тоже вот были такие у меня ответы если два человека допустим я и моя подруга да вот мы контактера мы получаем одну и ту же информацию но как бы разными словами а в принципе смысл один и тот же немножко где-то слегка что-то отличается и кураторы нам что говорят что что вот эта информация она каждым воспринимается немножко по-разному каждый ну как бы как под разным углом что ли смотрит на одно и то же у каждого просто свое индивидуальное восприятие даже при чистом канале поэтому немножко информация может разниться но она не столь кардинально разная она в принципе одна и та же просто чуть-чуть да там под разным углом и из-за этого в группе контактеров среди контактеров да среди контактеров происходит иногда стычки потому что один говорит мне сказали так другого говорит сказали так и опять же информация зависит от того от кого ты ее принимаешь часто очень плазмоидные сущности говорят информацию передают со своего угла восприятия потому что у них нет тех органов чувств которые есть у человекоподобных существ допустим да у них другое тело энергетическое поэтому у них и зрение другое энергетическое поэтому смотря на одно и то же гуманоид и плазмоид могут ответить по-разному поэтому нужно понимать с кем ты контактируешь если плазмоидная сущность недостаточно высокого уровня развития ведь такие тоже есть они как раз таки и дают искаженную информацию это не говорит даже о том что контактер плохой как плохая антенна да он хорошая антенна он принимает информацию так как ему передают поэтому надо конечно же самому совершенствоваться и выходить на связь более развитыми плазмоидными сущностями но там не зависит насколько знаю от целей контактанта если допустим там цивилизация представители танкин паразические сущности забор энергии не к примеру стоит во главе угла то они могут играться скажем так с контактером контактер может тоже не понимать как у него еще нет навыков таких больших понимания да да поэтому у контактера уже на нем уже большая ответственность во первых он принимает информацию до вторых он ей делится может вводить заблуждение поэтому чтобы такого не происходило прежде всего нужно следить за собственным уровнем энергии за собственными вибрациями за своими мыслями чем чище твои мысли тем у тебя выше вибрации и тем чище твой канал восприятия поэтому если человек хочет быть контактером он должен изменить себя он должен каждый день над собой работать и если конечно же мы все люди все ну те сущности которые точнее существа которые испытывают постоянные эмоции но наш мир такой да такова земля что мы здесь живем чтобы испытать эти эмоции но нужно понимать какие эмоции ты испытываешь понятно что надо побольше хороших эмоций но если же бывают негативные эмоции то если ты на них выходишь контролируй себя и быстрее восстанавливайся вот как можно меньше находить в этих плохих эмоциях это очень тяжелая работа работа над собой чтобы вернуть себя в изначальное высоковибрационное состояние но это нужно делать постоянно когда происходят вот эти энергетические всплески это очень плохо влияет на контакт на принять информации в принципе могут даже поменяться как я до этого сказала даже куратор с высоковибрационных могут от высоковибрационных да они могут отойти и прийти на контакт другие передавать эту информацию уже более скажу на виду поэтому это такой ответственный момент быть вот тут мне кажется контактер как бы должен профессионально расти как бы у нас обычно как сказать во первых у нас общество нет информации что существует вот эти разные уровни так называемого вселенной мироздания там сущности то есть человек может контактировать с кем-то но он не разбирается в этом тонко детально не понимая с кем чего и он начинает вещать на публику информация может совершенно левая быть как бы берется с искажениями да вот и когда начинаешь критический анализ тоже не всех ну как бы способны это делать то есть по идее это как бы человек должен как вот я с кем-то контактирую я передаю информацию да но это точка зрения вот той цивилизации конкретной а это точка зрения другой цивилизации не факт что это может быть истина в последней инстанции как-то надо грамотно подходить но люди же говорят нет вот вы мне не верите вот это так и начинаются там какие-то войны нельзя да нельзя быть вот таким рьяным транслятором да и считать себя из ну как бы считать вот эту информацию истинной в последней инстанции когда ты контактер ты должен изучать другие точки зрения и разбираться почему я принимаю информацию не так а другой вот так да то есть действительно нужно уметь это делать и всегда быть готовым к тому что эта информация к тебе пришла она может быть не всегда верной поэтому конечно же лучше себя проверять и общаться с другими контактерами и не спорить с ними просто быть готовым к тому что в принципе истина может быть другой то есть быть лояльным контактером но это это человек когда профессионально развивается он как бы к этому приходит потому что допустим есть контактеры которые вот и был такой александр глаз это тоже готовил контактеров группах определенных вот он говорил там такую интересную вещь горит самая большая проблема начинается но не большой опыт же работы с контактерами был он горит самая большая проблема начинается когда ты работаешь работать с человеком а потом он внезапно садится на трон уже самый такой крутой он все понимает с этого момента можно с ним все закрывать все проекты он уже ничего да действительно это так когда человек садится на трон и считает себя истинной последней инстанцией правило его высоковибрационные кураторы перед перед перестают с ним сотрудничать вот и это очень хорошо заметно со стороны вот когда наблюдаешь за изменяется лично даже контакт человека до специалиста действительно человек меняется со временем и это со стороны очень видно и когда ты уже развиваешь свои способности чувствуешь вот эту энергетику до человека который идет то есть ты уже понимаешь с кем контактирует данный представитель данный человек те уже ушли от него пришли новые пришли какие-то другие да да это каждый человек я думаю что так как в принципе каждый человек имеет связь со своим выше меня поэтому каждый обращаясь к кому-то контактеру там просматривая какой-то канал должен чувствовать что ему подсказывает его высшее я это является правдой это резонирует с твоей душой либо это что-то непонятное вот поэтому всему верить конечно нельзя нужно выбирать то с чем резонирует твоя душа вот я когда занималась до встала на путь саморазвития я всегда смотрела слушала несколько каналов и приходила какому-то одному мнению что не тот точно всю правду не дает не этот а истина где-то посередине что-то брала оттуда что-то отсюда и могла таким образом ориентироваться то есть составлять в своей голове до структуру этого мира структуру вселенной я думаю что слушая себя твое высшее я и твой наставник тебе помогут разобраться во всей этой информации кстати вот марина вы тоже правильно сказали насчет вот зависимости как бы формы материи как бы как конкретного разума это тонкоматериальный гуманоиды там или еще что-то да и его мировоззрение и его видение потому что вот я помню даже в группе глаза там когда было общение тоже с энергетическими существами это возможно скорее сюда были вот они интересную фразу сказали горит вот вы у вас органы восприятия слух зрения обоняние а у нас мы видим энергии как бы пространство ну что мы сами энергия и на основе этого строится наше мировоззрение и все-все-все поэтому они у нас любом случае будут отличаться то есть они есть те которые понимают все прекрасно поэтому тут опять нельзя всех под одну гребенку ставить тоже надо всегда вот детально разбираться с кем-то на контакте что это существо как они мир воспринимают конечно и плазмоиды бывают разные есть высоковибрационные есть низковибрационные то есть все они дают разную информацию конечно же здесь мы не плазмоиды мы энергии не видим но у нас есть прекрасная способность чувствовать эту правду чувствовать своей душой и конечно много людей тех кто к себе не прислушивается но когда вы научитесь к себе прислушиваться вы всегда сможете найти эту истину для себя то есть уже будет поступать информация это правильный путь да 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 вы научитесь ориентироваться на всей этой информации вам будет проще намного проще еще вот хотел тоже вот ваше мнение послушайте встречался тоже вот с таким моментом как некоторые контактеры допустим но это опять-таки виноват наше общество потому что нет понимания с детства вот этих духовных миров других измерений да параллельных там миров и когда человек начинает действительно получать информацию какой-то момент то есть он осознает что идет канал кто-то с ним как бы общается то у него нет понимания до этого не было никто ему не дал и он начинает добывать такой перекос сознание что начинает это как типа я общаюсь с самим создателем нашим господа богом и все и начинает вещать вот это самое я все самый крутой и вот это все вот так смотришь думаешь ну понятно все понятно и вроде и человеку вроде пытаешься ему объяснить у меня были такие попытки общения разобраться с кем ты вообще контактируешь чтобы это убрать эти все нету не хочет ему удобнее с господом богом общаться ну ладно общайся дальше в интернете встречала таких да так личной жизни не встречала не общалась такими людьми ну я просто этот момент напомнил просто зрители будут смотреть что есть такая вот это вот встречается деформация не сознание тоже когда человек не самокритично подходит он не понимает природу этого феномена и соответственно начинаете ну с установка с детства там воспитали 6 бог там вот это все и он начинает проецировать вот эти свои ощущения на то что к чему он привык соответственно не разбирая ничего это как бы тоже большая проблема в развитии когда это однобокое развитие скажу то есть получил когда-то знание он вот только в этих знаниях да то есть ограничен очень сильно да да и дальше не развивается ну ладно это тяжело общаться конечно хорошо марина вот тогда такой вопрос дайте пожалуйста ваш совет другим начинающим контактером есть что может быть сказать совет начинающим контактером но если только провести параллель как я развиваюсь контактер да ну для того чтобы развивать свои способности недостаточно просто открыть этот канал недостаточно просто узнать с кем ты контактируешь если ты хочешь развиваться и получать информации больше и более качественные то конечно же необходимо работать в этом направлении чаще общаться выделять время для контактов договариваться со своим куратором когда ему тоже будет удобно когда вам то есть приходить какому-то до единому мнению до к единому времени когда этим заниматься заниматься в полной тишине и лучше писать вот когда ты пишешь и мне тоже мой куратор много раз говорю я думаю все надо что-то записать потому что ну то что я получаю информацию она бывает какая-то расплывчатая размазанная когда ты сядешь конкретно пишешь информация достаточно четко приходит потому что ты концентрируешь себя получил очень сильно концентрируешься в этом в этом моменте и очень четко можешь эту информацию передать на бумаге и таким образом этот канал между контактером и куратором он усиливается и расширяется становится более чистым поэтому надо практиковать постоянно если у вас такая цель быть хорошим контактером нужно постоянно практиковать нужно постоянно с собой работать и обязательно контролировать свои эмоции вот это прежде всего это наверное является самым главным следить за чистотой своей ауры за чистотой своих мыслей и никогда не считать себя последней инстанции никогда даже если ты уже достаточно опытные да и хорошо можешь принимать информацию все равно лучше себя перепроверять до уточнять какие-то моменты у других контактеров и всегда быть готовыми что что-то где-то какая-то информация может быть искажена даже не из того что ты сам что-то не принял а просто та цивилизация с которой ты контактируешь так это понимает да 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 вот я думаю что вот эти вот основные моменты которые я бы хотела порекомендовать и конечно же практика практика и практика потому что это очень интересно когда появляется способность она в принципе у каждого контактера эта способность есть просто надо начать я не верила тоже что у меня будет автоматическое письмо я просто села и говорю ну давай диктуру я не знаю что мне писать я даже не знала тему которую мне даст и у меня просто первое что первая информация которая у меня была от моего куратора у меня просто послание людям послание людям это миракул передавал да да надо будет мне записана у меня эта информация просто не хватает горю времени нужно во вконтакте тоже разместить это самое его первое послание что люди чтобы развивались как-то да то что они всегда добры к нам всегда ну желают нашим нашим развитию да повышение наших вибраций и всегда готовы нам помочь вот смысл в этом послании был такой они всегда готовы нам помочь а вот такой марина вопрос чтобы вы хотели сказать тем зрителям которые будут это смотреть это видео в том числе может быть тем кто скептики настроен чтобы затронуть струнки их души скажем так знаете что могу сказать если вы хотите развиваться все по вашему желанию хотите развиваться вникайте изучайте разбирайтесь в этой информации если же эта тема не интересна просто просьба не писать комментарий что мы какие-то ненормальные люди да что мы там шизофреники но не идет вам информация просто закройте этот канал эту страничку и не не возвращайтесь к этому значит вы просто не готовы а если вы готовы то я думаю что это 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 информация будет вам интересна и полезна для меня конечно всегда было странно дело в том что любой мыслящий человек вообще если он мыслить способен особенно это вот среди ученых хорошо развита там тоже есть мыслящие люди то что они понимают как вот материя строится особенно физики и вот многие люди из физиков частности они понимают что вот та вещественная материя это меньше органы восприятия они воспринимают только ну оптический диапазон то есть мы глазами видим и все за пределами этого может под на совершенно мы там не знаем и глупо полагаясь на свои органы чувств говорить что вот только это все есть а больше ничего не существует и с этой позиции странно рассуждать что все во вселенной никого нет их других каких-то миров нету вокруг и все вот только мы одни то что это не так это действительно что-то может быть и другое человек всегда сомневается в этом плане поэтому глупо приходить сразу говорить это шизофрения это все надо всегда детально разбираться как мне кажется да конечно это просто нежелание человека менять свое мировоззрение и нежелание развиваться то что им дано на нас рождения какие-то знания только с ними живут и судят исходя из как бы этого угла зрения да который заложен с рождения может быть я подозреваю что тут может быть еще психологические защиты потому что у меня был такой интересный опыт общения с девушкой которая говорила инопланетян не существует я думаю слушай вселенная такая огромная что там думаешь никого нет больше кроме нас к нет 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 вот и все и как я не ну-ка я гипотетически игру представь что кто то есть нет оказалось очень просто почему она так отрицала потом когда вы ну как бы откровенно поговорили потому что она подсознательно боится что существует какие-то злобные монстры среди них и что они могут летать они же могут на тарелках летать это нас то есть они свободно преодолевают наши все эти и не могут где-то зависнуть похитить кого-то и вот это психологический страх у не давал и признать это факт я лучше буду отрицать вот такой значит позиции этого не логическая защита а у людей еще бывает такая психологическая защита что человек боится это тоже на практике его проходил после того как он получит информацию придется принимать новые мировоззрения пусть все старые то рухнуто снова надо работать над собой это опять надо а мозг у нас вообще не любит над собой работать лучше я буду вот здесь вот так вот сидеть вот здесь я не трогает и все хорошо это психология лентяя да проще так чтобы что-то менее чем что-то менять да хотя у меня наоборот всегда почему-то было я кстати никогда не понимал этой позиции что приходит допустим новая информация какая-то качественная она рушит твои старые старое мировоззрение я наоборот был счастлив потому что я то заблуждался это сейчас выхожу на новый уровень это же круче хорошо а почему люди прячутся от этого я вот до сих пор не могу понять на это посмотреть просто у других людей по-другому устроен как внутренний мир да они не готовы просто действует как вы можете страхи тоже какие-то работает потерять одно потом прибыль но я думаю что здесь все вместе либо одно либо другое это и страхи это и лень и нежелание над собой работать либо все вместе каждого индивидуально получается вот это именно с психологической точки зрения вот ноги поели проблемы происходят да да конечно потому что допустим тоже странное мировоззрение допустим даже вот это как называется засунуть как страус голову в песок даже если ты информацию получил ну я вот так всегда размышляет даже если информацию которую ты получил новые она открыла какую-то ужасающую правду это лучше чем в любом случае за как на голову засунуть песок и чувствовать себя при этом спокойнее до продолжать деньги зарабатывать ходить на работу да и жить обычной жизнью больше ничего не знать в этом мире кстати вот почему некоторые не хотят познавать духовный мир и инопланетный мир потому что мы здесь с разным опытом развития с разными целями задачами и с разными интересами просто человек на данном этапе своего развития но находится он на другом уровне на уровне познания допустим физического мира на уровне познания физических удовольствий да его интересует только это ему вот интереснее намного заработать денег потом прийти домой и получить какие-то блага за эти деньги да кто-то выпить кто-то покурить кто-то погулять духовный мир абсолютно не интересует потому что человек на данном этапе своего развития находится ну не на высоком уровне развития те души которые уже опознали этот опыт физических всяких разных удовольствий да ему все это уже надоело ему тоже все не интересно и поэтому в жизни каждого человека в жизни каждого человека есть такие моменты пока мы там дети подростки нас какие-то физические удовольствия интересуют да подростки там тоже что-то познали да из взрослой взрослой жизни это вы марина переводите аналог возраст души в опыт души уже под души да я об этом и у некоторых вот этот вот подростковый период он затягивается на всю жизнь да у некоторых он затягивается на несколько буквально лет потом все это надоедает и это душа уже ищет что-то новое для себя и начинает заниматься саморазвитием духовным развитием поэтому конечно же я думаю что именно это является причиной почему одних интересуют эти темы а других нет просто разные опытра полученные до этого воплощения разные цели задачи вот я как для себя понимаю что я настолько уже в прошлых жизнях насытилась наверное какими-то физическими удовольствиями что мне уже это все не интересно просто уже в принципе не интересно для меня интересно именно вот духовное развитие познание вот этого всего не поздно сколько позже мы сколько этого всего не поздно существует тут еще насколько я знаю существует другая проблема допустим так как мы все таки у нас есть определенные животные состояния животные инстинкты допустим когда не очень развитая душа она ей трудно очень бороться с животным состоянием у нас эти базовые потребности это обеспечить достаток ну вот они идут когда мой пещер еще грубо говоря уртались доминантность вот это как самец я главный да и вот это начинается отсюда все это базовое поведение идет в обществе и вот человек разумно это начинает понимать на полном этапе развития начинает контролировать эти животные проявления а другие люди как бы которые этого не сознают они никогда то есть всю жизнь может человек как животное жить просто это тоже с этим связано да конечно не задумываться вечером выпил пивка тут что-то на работу сходил там кому-то по голове дал как бы ну как вот и так жизнь прожил как бы все нормально да это просто душа молодая на пока познает данные сферы жизни больше материальный мир познает чем духовный потом через несколько жизней эта душа будет интересоваться тем чем мы интересуемся уже сейчас она чуть попозже ничего с этим не поделаешь бесполезно человека убеждать то что вот это нужно было знать да вот это есть то есть но если он к этому не готов законно если не готов неинтересно конечно есть же по моему корней чуковского фраза такая бесполезно тащить болото бегемота особенно если бегемот не хочет оттуда вылезать конечно причем бегемот еще может это что интересно у нас в интернете часто проявляется бегемот сопротивляется посылает тебя матом если начинаешь вытащить его и говорит да пошли вы все в баню мне вообще это все не нужно ладно хорошо ну пусть идти дальше в болоте когда-то надоест а вот марина еще такой вот по вашему опыту такой же вопрос допустим я встречал такую информацию но она в принципе подтверждается в жизни частично как бы если человек встает на путь своего развития в данном воплощении то есть преследует те цели задачи понимает куда ему идти да то у него в жизнь начиная складываться благоприятным образом не как бы и материальных средств хватает если раньше допустим его проблемы были вы встречались таким а действительно так или это какие-то заблуждения да действительно так когда человек понимает в чем смысл его жизни когда он слушает свое внутреннее я которое мы называем да подсознание высшим я тогда его жизнь налаживается то есть происходит гармонизация его души когда мы живем в гармонии с собой мы влияем на свою жизнь то есть она действительно восстанавливается и мы сами можем создать себе более спокойную более комфортную жизнь потому что я проблема в голове да я встречал даже вот такие отзывы как бы людей которые развиваются так или иначе вот и допустим они уже но ушли с какой-то работы там вообще совершенно другим делом занимаются в жизни то что им душа лежит то есть он был каким-то менеджером это ему никогда не нравилось соответственно он поменял всю свою полностью жизнь кардинальный когда спрашиваешь а где там какое то как ты живешь он говорит а как-то мистическим образом то этот деньги перевел то тот как бы я особо не утруждаюсь но вот так вот происходит я не понимаю как такое тоже присутствует в жизни получается да такое тоже присутствует в жизни то есть ведут ведут этого человека свыше помогают создают различные ситуации помогая встретиться с нужными людьми в нужное время и когда человек будет в этом жизнь учителя да что ну помогая встретиться с теми людьми для которых ты мог бы стать учителем в каких-то ситуациях да и так далее да да либо тебя кто-то учит в любом случае если даже человек высокодуховно развит да все равно в его жизни но если конечно он совсем уже в горы не ушел да и с богом напрямую там каждый день не общается да то когда мы живем в социуме всегда то есть мы не можем выйти все равно на тот духовный уровень как вот могут те кто живут в горах почему они уходят от социума потому что все-таки социум немного тормозит наше развитие той или иной степени и поэтому мы не только мы когда развиваемся мы являемся кому-то учителями все наше окружение для нас тоже является учителями пусть даже эти люди не так развиты да пусть даже не там на уровне кто-то животных инстинктов но и такие могут быть для нас тоже учителями в той или иной степени согласен я кстати еще слышал вот такой интересный момент на себе тоже испытывал его допустим по поводу удаления от общества вот этих отшельников разных да у меня такая версия вот эти допустим древние маги колдуны которые часто жили отшельниками я просто пробовал сам это делать и там интересного ощущения когда у тебя нет соприкосновения с биополями окружающих людей и ты на природе где-то находишься ты начинаешь лучше ощущать вот эти вот энергии вот эти вот посылы высшего я и прочее то есть как вот больше предрасположен уже к открытой контакту что что вы думаете на этот счет я согласна что там во первых ну энергии вокруг другие да там более чистое поле вокруг энергетическое и ничего другое не мешает вот эти вот негативные энергии они не мешают и человек лучше может настроиться конечно же на контакт с высшим разумом может лучше настроиться на контакт с природой лучше чувствовать растения там считывать или мысли животных птиц конечно когда мы в окружении природы это все будет происходить намного быстрее и лучше нежели когда мы находимся среди общества потому что да окружающие люди часто нас тормозят вы вызывают нас эмоции негативные негативные эмоции тормозят опять же но раз от этого нам некуда деться да и мы живем в этом мире социуме но значит нам нужно прожить в этом мире чему-то научиться если же у вас дикое желание от социума отречься и уехать в горы но как бы воля вашим каждый человек может выбирать свою жизнь и познавать ее так как он считает нужным если же тянет жить именно в обществе но значит нужно как бы получить этот опыт значит нужно здесь жить и как бы мириться с этим окружением но с другой стороны в нашей воле поменять окружение когда мы развиваемся я это не себе замечаю я вижу это на как как говорят об этом другие люди а это кстати автоматически это происходит автоматически одни уходят сразу другие приходят приходят другие да и всегда тебя окружают те люди которые единого с тобой мнения с кем можно пообщаться всегда приходят интересные люди в твою жизнь причем даже не понятно как они приходят появляются люди друзья из других стран можно общаться сейчас по skype пожалуйста да но вот это тоже интересный момент и допустим когда люди материалистично настроены у всех людей бывает такая ситуация в жизни когда что-то происходит мистической точки зрения непонятное то есть какие-то знакомства новые да еще что-то там человек вспоминает но это не случайность по нему понимает да да но если да если просто мы я уже давно этот тоже аспект анализировал если мы смотрим со своей физической точки зрения то нам кажется мистическое потому что мы же не видим тех процессов которые там за гранью а в духовном мире это же все уже там связи налажены то есть это все отражение тех процессов которые там видимо уже произошли да все правильно и что-то было запланировано да хотя в принципе наша жизнь многовариантная и мы в любой момент можем пойти если представить да нашу жизнь как дерево и очень много вариантов развития событий в твоей жизни может пойти либо по этой веточке либо по той в любой момент каждую минуту каждую секунду мы делаем новый выбор и в любой момент своей жизни можем свою жизнь изменить поэтому конечно же уже предусмотрено свыше то с кем мы будем общаться да но всегда среди этих людей мы можем сделать выбор с кем общаться больше с кем прекратить общение то есть на уровне чувствования мы себя выбираем для общения тех людей да которые будут помогать нам проходить какой-то данный жизненный опыт но не все просто так конечно же очень многое спланировано да марина было очень приятно с вами пообщаться получила много информации интересной вот вам успехов здоровья и всего самого хорошего благодарю вас я желаю вам также успеха здоровья и надеюсь что информация да которую я смогла сегодня дать кому-то поможет изменить свою жизнь к лучшему а